Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня противников детского сада, наверное, столько же, сколько его сторонников. Отдавать ли дитя в детский сад, если есть возможность не делать этого? И стоит ли винить себя, если все-таки детского сада не удается избежать? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии. Итак, как я уже сказала, сегодня многие родители настроены против детского сада, против школы, и, в общем-то, они за домашнее воспитание, за домашнее обучение. Но мы о школе сегодня говорить не будем, будем говорить только о детском саде. Действительно ли в детском саду так много минусов, и стоит не отдавать ребенка в детский сад? Или все-таки там есть и плюсы? И как быть тем мамам, которые не могут не отдавать ребенка в детский сад, вынуждены выходить на работу по тем или иным причинам? Что вы скажете? Вы знаете, как и в любом заведении есть свои плюсы и есть минусы. Но опять-таки, с какой стороны ты на это посмотришь? Детский сад, если это место общения ребенка, если ребенок там будет развиваться, если он будет получать то необходимое, что он не может получить в семье, то, конечно, да, нужно ребенка отдавать в садик. Если ребенок у вас очень общительный и требует этого общения от вас, требует общения от сверстников, мама не может целый день выводить его на площадку гулять, мама не может его постоянно куда-то водить, отвлекаться с ним, потому что мама есть свои обязанности. И, конечно, детский сад это такое вот поспорье для мамы, чтобы ребенок там себя чувствовал свободно. Но есть такие дети, которые ну никак не хотят отходить от мамы. И мама вроде его приводит в садик, он плачет и плачет, им очень тяжело привыкать к детскому саду. Вы знаете, таким детям настолько тяжело бывает в жизни, что, ну, пускай он посидит еще лишний годик дома. Ведь детский сад, он может принимать ребенка как с двух лет, так и с шести лет. Если вы решили ребенка дать с восьми лет в школу, то в детский сад его можно и в семь лет привезти. И этот год, который ему, может быть, вам покажется необходим для ребенка перед школой, этот год, он может быть везде восполнен, как с пяти до шести лет, как с шести до семи. Вот любой момент, где ребенок может им воспользоваться. И родители тоже, чтобы было комфортно обоим. Но если ребенку не хочется идти в детский сад, бывают многие причины. Бывает, когда родители в ссоре между собой находятся, в конфликтной ситуации семьи очень часто. Ребенок не хочет уходить из дома, потому что ему не хватает любви матери. И когда в такой ситуации ребенок его отводят в детский сад, ребенок чувствует, что его избавились от него. Как будто он не нужен абсолютно родителям. И ребенок очень дорожит настолько матерью, он именно мамой. Потому что, я сейчас объясню, почему. С отцом у ребенка чуть позже будет такая сильная связь, если отец будет принимать участие. Если отец никакого участия с ребенком не принимает воспитание, если нет взаимосвязи... Вот отец приходит с работы, он устал, ему нужно полежать, отдохнуть. С ребенком... Мама с ребенком находится все время. С самого рождения. Она его на руках качает, укладывает спать. И когда в семье конфликты, ребенок очень боится потерять вот эту связь с матерью. И когда его еще приводят в садик, оставляет, он боится, что вот меня сегодня ставили... Сейчас вообще его бросили очень надолго. Да, да. Именно так и есть. Вы знаете, именно так и есть. Потому что, когда в ссоре отец с матерью говорит, я от тебя уйду, ребенка... Вы знаете, у мамы это просто брошенная фраза. Или у отца. Уходи. А для ребенка я от тебя уйду. Для ребенка уже целая история в голове разворачивается. Он не может понять, как же так. Есть папа, есть мама. Если я вдруг сейчас уйду из дома, меня дадут в садик, значит, я им не нужен. Значит, получается, мама может уйти, если я вернусь через какое-то время, а папы дома не будет или мамы дома не будет. И для него это очень большой стресс. И он не может объяснить сам по себе это. То есть, если конфликт есть в семье, серьезный между родителями, да, и мы еще отдаем на фоне этого ребенка в детский сад, допустим, ему 2,5-3 года, то это может усугубить его одиночество в детском саду. Это может травмировать его. Да, это очень может травмировать. Вы знаете... А что же делать? Во-первых, наладить отношения в семье. Конечно же, наладить отношения в семье. И если вы решили все-таки отдать ребенка в садик, ребенка нужно к этому подготовить. Не нужно отдавать его в год и 8, в год и 6. Он у меня все умеет делать. Вы знаете, часто родители приходят в садик и говорят, он у меня умеет все делать. Мы спрашиваем, а что он умеет все делать? Он умеет хорошо, прекрасно в телефоне. Он уже владеет телефоном, планшетами. Все прекрасно. Он умеет сам кушать, он умеет сам воду пить. А одеваться он сам умеет? Нет, он же еще маленький. Значит, как в садик вести, он уже большой все умеет. А как какие-то вещи выполнять, он еще маленький. Но есть же ясельная группа, да? Там со скольки принимают? С двух лет. С двух до трех лет это ясельная группа. Вторая младшая группа, да, это с трех до четырех лет. Ну, вы знаете, ребенок, который приходит в памперсах, в садик еще, и спит дома с соской в два года, ему настолько сложно адаптироваться к этому миру, к детям, потому что дети на самом деле, они, ну, хотят уже быть самостоятельными. Когда они привыкают к детскому саду, они все время, я сам, я сам, давай мы вместе с тобой сделаем, я сам. А этот ребенок, он ничего сам не умеет делать. И когда он приходит с памперсами, это вот свой дискомфорт у ребенка получается. Может, где-то он промолчал, или что-то случается. Маме, может быть, иногда некогда отучать его от этого. В садике мы, конечно, стараемся детей отучать от памперсов, от всех сосок. Но это тоже нагрузка дополнительная. Мало того, что ребенок привыкает к коллективу, он еще отвыкает от тех условий, к которым он привык жить. И причем вне семьи. Вне семьи. Он вынужден отвыкать от этого. Да, вне семьи. И вы знаете, я тоже сторонница 50 на 50. Приводить ребенка в садик и не приводить. Вы знаете, у меня тоже две дочери есть. И одна очень хорошо пошла в садик. Ей было настолько комфортно в садике. И мне казалось, ну, второй ребенок точно так же будет. Но когда второй ребенок пошел в садик, вы знаете, настолько ей было тяжело. А я не могла понять, да почему же ей тяжело в садике? Старшая сестричка ходила в садик, я ходила. Папа ходил. Да все дети ходят. Почему ей тяжело? Вы знаете, до самого последнего момента, пока она была в садике, ей в садике было тяжело. Она говорила, почему? Вы знаете, дети, они порой склонны умолчивать, чтобы не расстраивать родителей. Дети обычно говорят так, я не хочу ходить в садик. Почему? Я хочу остаться с тобой дома. Либо они склонны, есть другие детки, они начинают немножко приукрашать события. Там меня бьет воспитательница. Они могут и выдумать. Да, да, однозначно. Меня кто-то обижает. Они видят реакцию мамы, что мама на это ведется. И мама, конечно, идет разбираться. Как так? Так, моего ребенка вы, наверное, бьете, он не хочет в садик идти. И воспитатель смотрит, да, мы не бьем детей, и как бы хорошо с вашим ребенком разговариваем. И потом в процессе, когда ребенком один на один остаешься, обнимаешь его, садишь на ручки, целуешь его, говоришь, ну почему? Что же случилось с тобой? Он говорит, я просто не выспался. Я так хотел дома с мамой остаться. И потом мы спрашиваем родителей, а во сколько вы их спать кладете дома, во сколько дети ложатся? Ой, бывает по-разному, бывает в 11, в 12, а если какой фильм идет, то и в час. Ну, естественно, если садик работает с 7.30 и принимает детей до 8.30, потому что 8.30 завтрак уже, а ребенок еще до этого должен сделать зарядку, но он не встанет к этому времени, и ему будет очень тяжело, если он лег в спаде в 12 часов, либо в час. То есть нужно все-таки наладить режим дня в первую очередь, и только потом ввести ребенка в садик, он должен привыкнуть к этому режиму. Вы знаете... Вот что вы посоветуете, как подготовить ребенка к детскому саду, да, чтобы адаптация? Вы знаете, недавно тоже одни родители пришли к нам в детский сад и спрашивают, мы хотим к вам начать ходить через полгода, что нам нужно сделать? Вот знаете, это замечательные родители, которые поинтересовались режимом дня детского сада. Что нам нужно сделать, чтобы ребенок привык к этому режиму жить? Действительно, чтобы ребенок ложился спать вовремя, это в 9 часов, обязательно должен быть тихий час у ребенка, если ребенок должен отдохнуть. Даже если он в тихий час не спит, он просто должен лечь и полежать молча спокойно, да. Это не прыгать, не скакать, он по кровати не должен. Ни в коем случае его одного не закрывайте в комнате и сказать, вот, отлежи свое время, я потом за тобой приду. Если необходимо, пускай с ним мама рядом полежит. Если необходимо, у него есть своя игрушка. Но ребенок должен это время прочувствовать. Многие родители приводят в детский сад, говорят, ой, мы в тихий час не спим, нет, нет, нет. И этот ребенок начинает прыгать по кроватям на других детей, и еще хуже, как дети говорят. Я сейчас тебе устрою тихий час. И начинает громко кричать. Они понимают о том, что в это время тишины, если я начну кричать, дети сейчас проснутся, и тебе ничего не будет делать, как мне будет весело. Вот. Ребенок должен к этому моменту привыкнуть. Потом такой еще момент очень важный, чтобы ребенок умел кушать. Сам. Сам. Не только сам, но и умел кушать еду. Это первое. Это умел кушать и второе. Часто дети приходят в садик, вот на сегодняшний день это очень большая проблема. Приходит ребенок завтрак кушать, там каша стоит. Я это есть не буду. Ну ладно, есть дети, которые молочные каши не едят. Запеканка, там творожное, омлет лежит, яичко. Давай это покушаем. Я это есть не буду. А что же случилось? Оказывается, с утра, когда ребенок просыпается, мы ему сухой завтрак насыпем, он поел, и он больше ничего есть не хочет. Супы он не ест, потому что он в принципе их не ест. Мы никогда супы не едим. Но если ребенку не давать, он, естественно, есть этого и не будет. Мы любим есть там фрукты только такие, или мы любим только конфеты есть. А потом проблемы у ребенка и с желудком, и с кишечником, о чем часто родители почему-то умалчивают, что у ребенка проблемы с кишечником или с желудком, и потом, когда у ребенка начинает болеть живот, воспитатели начинают звонить родителям, спрашивают, а что же случилось? И тогда они говорят, это у нас проблемы. А какие проблемы? И вот, конечно, нахуй. Ну, то есть надо заранее предупреждать. Ну, наверное, там в карте должно быть написано, какие болезни, например, у ребенка. Да, в карте это написано. Но должна быть какая-то такая анкета для самого воспитателя, где родитель должен честно написать все минусы и плюсы своего ребенка. Что ребенок, к примеру, не любит, что он не ест, и от чего у него может ухудшиться состояние. То есть если родители приходят и говорят, не давать ему какао, потому что у ребенка на это аллергия, то, естественно, мы этого какао давать не будем. Понятно. Но если родитель понимает опасность, да, то, естественно, он должен предупредить об этом, важный родитель. Вот на самом деле адаптация, она длится от одной-двух недель до пяти месяцев. Одна-две недели – это дети, которые больше привыкшие к детскому общению. Она протекает у них очень быстро. Они первый день могут прийти, посмотреть, что делают дети, чем они занимаются, какие игрушки. Он может тихо походить, посмотреть. На следующий день он подойдет, спросит, а можно взять эту игрушку? Он берет и играется. На третий день он приходит как свой, как будто он ходил в садик, ему комфортно и хорошо. А другой ребенок, как бы его не уговаривали, как бы на руках мы часто носим детей, малышей, потому что они все время плачут, они хотят, чтобы их обняли, поцеловали. Мы их носим на руках, и мы можем и неделю носить, и месяц носить. Но ребенок безутешно плачет все время. И мама говорит, что такое, ничего не могу понять. Но у нас, я говорю, пытайтесь чуть-чуть раньше забрать ребенка с садика. Если есть у хороших родителей возможность, они, конечно, спешат детей забирать пораньше. А кто-то просто сидит дома и выжидает время. И думает, что так лучше, он привыкнет. А он там мается, страдает ребеночек. Да. Вы знаете, еще такая очень большая ошибка родителей, когда они приводят ребенка в детский сад. Родители, которые сидят дома, приводят ребенка в детский сад и говорят, я с ним дома не справляюсь, может быть, садик тебя перевоспитает. Это очень глубокое заблуждение. Но что еще больше, а на какую ошибку делают? Оставляя ребенка в садик и становится за забором, и стоят, смотрят, как же будет действовать воспитатель. У ребенка вот такая есть какая-то неуловимая связь с родителями. Ребенок чувствует присутствие родителя. И вот он безутешно плащет и кричит, и мы ничего не можем понять, что же с ребенком происходит. А когда подходим к забору, там родитель стоит. И ребенок это чувствует, да. И мы говорим, что же вы делаете? Идите домой. А я смотрю, что вы делаете с моим ребенком. Да, в общем, Олеся, скажите, стоит ли вначале приводить ребенка в детский сад, например, на полдня, до обеда, чтобы он привык? Да. Знаете, вот первый день прихода в детский сад желательно с мамой вместе, чтобы ребенок почувствовал, что он не оставленный, что мама рядом. И мама ему в течение дороги, когда идет в садик, дорогой, она объясняет, что мне нужно сходить на работу, заработать деньги, чтобы мы с тобой вместе потом смогли пойти что-то купить, к примеру. Или пойдем с тобой в конце недели в цирк, или в кино с тобой на мультик сходим, посмотрим. И ребенок должен понять, что у него свое место, где маленькая такая работа, где он должен провести время, хорошо отдохнуть. Если мама положительно настроит ребенка, то ребенок, конечно, будет положительно настроен на все. А вот как быть, если, например, ну да, вы говорите, что есть дети быстро привыкающие, есть дети, которые плачут. Вот плачет безутешно ребенок, просто сердце разрывается. И мама, например, зная об этом, говорит, только смотри, не плачь, например, так, да? Да, так говорят. Ты сегодня плакал? Как ты себя ввел сегодня? Нужно ли так себя вести? А как он может не плакать, если ему тяжело? И он учится свои эмоции подавлять, а это, наверное, тоже ведь нехорошо. Да, вы знаете, это часто родители говорят. Ты сегодня не плакал? И он говорит, нет, не плакал. Он не плакал, а он просто, правда, безутешно рыдал все это время. Она говорит, я сейчас спрошу воспитателя. И если воспитатель скажет, что ты плакал, я тебе этой игрушки не куплю. И ребенок стоит на этого воспитателя, смотрит, как на врага, потому что он может сказать то, что он плакал. И мы стоим, улыбаемся и говорим, конечно, не плакал, потому что мы не можем подвести ребенка. Ребенок считает, что он себя очень хорошо вел. Он говорит, что я ждал тебя. И для него это очень тяжело, если будет воспитатель для него врагом. Он в следующий раз еще хуже будет. Но родители не должны таких вопросов задавать, плакал он или не плакал. Естественно, он будет плакать. Плакать, если ребенок не плакал, даже когда ребенок приходит в детский сад и сначала не плачет, неделю-две не плачет и говорят родителю, ой, какой ты у меня молодец. Но настает время, когда он все равно, у него происходит поздняя адаптация. И все равно этот адаптационный период, он происходит, он может быть сразу, это острая фаза адаптации, может быть позже, но она все равно происходит, эта адаптация. Ребенок в это время и плохо спит, и он плохо ест. И у него часто заболевания случаются, нарушения сна. И, конечно, в этот период окружите вниманием, заботой о ребенке. Уделите ему время побольше. Говорите ему, что вы его любите. В выходные больше говорите о том, что как хорошо мне находиться вместе с тобой. Проведите это время вместе с ребенком, но не нарушая режимы детского сада. Понятно. Ну, в общем, важно, я думаю, действительно то понять, что нельзя ругать ребенка за эмоции, за плач, за то, что он не хочет, может быть, первое время идти в детский садик. Это все нормально, и со временем это пройдет. Главное не давить на ребенка. Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо за советы. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова